Да, я думал, что следующей моей основной проблемой будет именно выбор транспорта. Но это оказалось не так, поэтому про СБАН я расскажу чуть попозже, а сейчас расскажу, что было сразу по прилету. Прилетал я достаточно поздно, что добавляло как бы определенных ну не то что нервов, я уже был уставший во второй перелет, это чувствовалось и да, может быть кстати в этом причина и была того, что когда я выходил с самолета и шел на получение багажа, я так был не особо внимательным и пошел как бы, ну я привык опять же далеко не первый раз, когда я прилетаю куда-то даже с рейсов с пересадками и забираю багаж, поэтому я спокойно пошел забирать багаж вместе со всеми. Нашел значит свою, мы все нашли свою ленту выдачи, встали вокруг нее потихонечку, ну а дальше да, случилось то, что наверное пугает в кошмарах каждого путешественника, это когда он стоит перед лентой выдачи багажа и вылетают чемоданы, все их разбирают, все их разбирают, а дальше ты остаешься перед этой лентой один. Ну, да, я на самом деле отметил, конечно где-то на задурах сознания, что во-первых, когда я выходил из самолета, там была развилка и там стояло, кстати, два сотрудника авиакомпании, которые что-то там говорили про International, но они говорили на турецком и вот это International, я подумал, что оно ко мне не относится, я подумал, что это кто-то опять же, ну да, дурацкая, наверное, мысль была, что я подумал, что это, наверное, относится к тем, кто прилетел из Стамбула и улетает. Ну да, наверное, это дурацкая мысль сейчас, да, сейчас это, наверное, звучит глупо. Ну вот тогда я говорю, я был уставший после целого дня перелета, не плюс, да, не самые простые как бы были эти часы, я плюс у меня голова забита тем, как я сейчас буду искать билет на этот поезд, ну я забегаю вперед, ну да, в общем голова у меня была занята чем-то ему угодно, но не тем, что у меня могут быть проблемы с получением багажа. Поэтому, во-первых, я проигнорировал этих женщин там, во-вторых, я проигнорировал момент, когда сотрудница авиакомпании пришла уже именно к самой ленте выдачи багажа и тоже начала на турецком что-то говорить с явным international transfer, international transfer. Вот, я стоял спокойно, ждал багажа, там гуглил телефоник, куда мне идти дальше, вот это вот все. Ну да, но оставшись один перед пустой лентой, я как бы, да, уже начал, ну это не первый, а второй раз, когда я оказываюсь в такой ситуации, первый раз там у нас багаж потеряли, был случай, я подумал, что да, надо спокойно идти на этот самый point, ну не помню, как он называется, но в общем то место, где надо заявить, что у меня багаж потеряли и они будут его уже там разбираться, посмотрим где он и так далее. И я просто вернулся, соответственно, к, по-моему, я просто подошел к первому попавшему охраннику, да, и спросил, вот, а где у вас тут этот самый, жаловался на то, что багаж потеряли. Ну, я был не сильно спокойный, да, наверное, уже, слегка так, это самое, agitated, что называется. И поэтому, наверное, поэтому он меня спросил, а вы типа не с international случайно? да. Говорит, а вы знаете, этот самый international надо получать в другом месте. Ну, он не так немножко сказал, но суть сводилась к этому. И да, вот тут вот у меня, ну, я с этим сталкиваюсь впервые, не знаю, сколько летал, у меня не было такой ситуации. И я вообще даже, может, я невнимательно смотрел все это время по различным как бы аэропортам. Ни разу я такого не видел, что есть разные места получения багажа. Я с таким сталкиваюсь впервые. Я налетал, я прилично. Ну, конечно, есть люди, которые летали куда больше, куда в большее количество. Я с таким сталкиваюсь впервые, вот. Ну, что сказать, я. В общем, он меня отправил сначала, попросил, значит, чтобы за меня поручилась сотрудница. Ну, авиакомпании я вернулся, объяснил ситуацию. Они меня подвели к security на вход обратно. Это уже надо понимать, да, у нас что-то 11, там, полдвенадцатого где-то. Аэропорт пустой, я там, считай, один. Они меня там... Тоже там был забавный момент, чтобы войти в обратный аэропорт. У них там мини security check-in. Я там окей. Опять расчехляю все свое барахло. Опять скидываю его на скан. Ну, они там уже так поверхностно меня там видели. Он не очень... Зона прилета не сильно большая, там, я примелькался. Ну, ладно, ладно, проходи. Я все снимаю с себя, там, это самое закидываю, там, часы, телефон. Прохожу. И я до этого всегда снимал ремень. А сейчас я забыл снять, не подумал, неважно. Я прохожу, пиликает рамка. Он говорит, еще раз проходи. Только, говорит, быстрее. Квик-квик, быстро-быстро пройти. Я так, что? Серьезно? Пик-квик, прыг. Ну, понятно, на что это не повлияло. Она снова пиликнула. Скорее всего, из-за ремня, да. Больше на мне ничего особо не было. И он еще раз, ну, он уже такой улыбнулся. Ладно, давай. Проверил меня. Ладно, бери свое барахло и иди. Вот, я поднимаюсь, значит, на... Возвращаюсь к той развилке, которую я раньше пропустил, на которой стоило две сотрудницы как раз. И тут я уже повернул направо. И там, да, там такая метров четыреста, по-моему. Там, причем, да, табличка висит. Вам идти метров четыреста. Я такой, о, нормально. Прошелся совсем в другую ветку, в другое крыло аэропорта. И там, по сути, я не знаю, отдельный baggage claim. И там, вот, пока я шел, везде-везде действительно висят указатели международной baggage claim. International baggage claim. Не знаю. Отдельная ли это тема Турции. Я с таким больше нигде не сталкивался. Повторюсь, может быть, потому что я не летал именно по такому сценарию, когда ты сначала прилетаешь в аэропорт один, а потом внутренним перелетом прилетаешь в аэропорт другой. Ну, а там уже было чуть более понятно. Поскольку я так много времени потерял, естественно, там уже начали выдавать другой багаж. Там было где-то Lens 6 этого всего. Они принимали новые рейсы. В основном с Германии. Там было где-то 5 рейсов с Германией. Может, меньше, может, больше. Не помню. Наверное, меньше. Где-то Lens 3 было задействовано. Вот. Я пробежался по двум лентам, которые были уже пустые. Моего чемодана, естественно, там не было. Ну да, я тут уже был так. Во-первых, да, дело к полуночи. Во-вторых, да, день был такой не то чтобы сильно простой. Я был уже так хорошо взволнован, скажем так. Я быстренько пробежал глазами оставшиеся ленты. Своего чемодана там не нашел. Ну, подумал, что да, что, наверное, дело в том, что я невнимательно смотрю. Я все-таки отдавал себе отчет, что я не сильно внимательно в этот момент. Пошел проверять опять все ленты по очереди. И тут, когда я, ну, видно, я там бегаю по этому самому, по залу выдачи багажа. Один такой. Там все более-менее спокойные. Немцы, что с людей. И я такой бегаю. И ко мне там подошли уже тоже. И они, кстати, не помню кто. Ну, сотрудница, видимо, какая-то раппорт. Не авиакомпания, нет. Кто-то из, и не секьюрити. Кто-то, значит, из именно сотрудников. И я, и спрашивают, значит, что у вас багаж. Эта самая потеря. Я такой, да. Она говорит, вот эта там такая-то. И такая переспросила. Один серый, да, один серый. Я пошел. Действительно, он там был. Я уже более-более внимательно посмотрел, поскольку точно знал, что он там нашел. И дальше, да, на выход. На выход была, в отличие от домашнего выхода, где получали, значит, местный багаж, на выход был скан. Поскольку прилетов было много, там сформировалась достаточно большая очередь. Ну и тут, на самом деле, нет. Очередь прошла довольно быстро. Я сначала подумал, что я застрял еще минут на сорок и там просто проходишь. Они просто сканировали багаж весь, который здесь получен был и все. Вот. И тут, в этот момент, я уже, да, вышел из аэропорта. Было где-то, на самом деле, нет. Было где-то, я сейчас скажу, было где-то полдвенадцатого, да. Спасибо. Спасибо.